Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Доброе утро! С утра рекомендуется посмотреть на втраты. Но не на те втраты, которые мы как обычно даём, которые мы как обычно даём, когда рассказываем о потерях живой силы и техники у расистов. Мы сравним потери в технике Украины и так называемой России. Да, сразу давайте посмотрим... А, сразу оговорочка. Это данная Орекс. То есть, это данные только о зафиксированных потерях в технике, снятых на фото-видеоматериалах. Ничего другого они не фиксируют. То есть, то, что можно, говорится, пощупать ручами. И эти потери, они не дают, конечно, полной картины, потому что не всегда возможно сбить, разбить что-то и при этом ещё и снять это дело. Вот соотношение потерь у той и у другой стороны, как раз очень даже можно с этим делом разобраться, потому что оно более-менее будет очевидно. Итак, сразу по общему количеству потерь. Это у нас идёт с 1 по 13 ноября 2023 года. То есть, вот за, считайте, 12 дней. Почему с 12? За 13. За 13 дней, почти за 2 недели. Посмотрим, кто сколько потерял. Это зафиксированные потери. Россия, 238 единиц техники. Сразу общая, говорю. Украина, 50. А теперь давайте посмотрим. То есть, разница, ну так, грубо говоря, в 4,5 раза. Большая разница. По танкам. Ну, самая большая разница идёт танки и БМП. Почему? Потому что расисты сейчас устроили вот эту вот свою какофонию под Авдеевкой. И какофония идёт под Бахмутом. И под Марьинкой. То есть, они просто тупо, я не очень понимаю. У них огромное есть количество старой техники, которую они сейчас восстанавливают. Срочно прут на фронт. Причём старой техникой являются и танки Т-80, и танки Т-72 на самом деле. Потому что всё это техника, и большой привет из прошлого. Первый момент. Второй момент, это дуболомистые офицеры. И третий момент, это неподготовленные экипажи. Или слабо подготовленные экипажи. И это абсолютно очевидно становится на поле боя, когда дело доходит до дела. Итак, по танкам. Вдумайтесь только. Россия потеряла 58 штук за это время. Украина 9. Ну вот, соотношение, да? По БМП, это оружие атаки называется. БМП, БМД, бронемашины всякие. Тяжёлые на гусеницах имеются в виду. Россия 51 штук, Украина 7. Тут даже нечего комментировать, ребята. Лёгкая броня, которая как раз больше у Украины. А теперь, по идее, должны большие потери мы нести. Потому что, вот, лёгкой колёсной брони у нас явно больше. У нас там всяких хабби, мрапов и так далее, очень много. Тем не менее, лёгкая броня, Россия 56 штук, Украина 15. Больше, чем в 3 раза. В 3,5 раза. Артиллерия, миномёты, РСЗО, ПТРК, буксируемые, либо самоходные. Опять-таки, говорю, это зафиксированные. Зафиксированные Украина 6, Россия 17 штук. Ну, соотношение понятно. Один только момент. Вот, они наиболее тяжело фиксируются, потому что артиллерию разбивают где-то далеко от линии фронта. Не всегда есть фото-видео подтверждение. А тогда, когда оно есть, далеко не всегда показывают, как именно уничтожалось. Ну, по ряду причин. Потому что не надо. Вот. И поэтому, вот, наибольшая погрешность в плане разбитой техники именно в артиллерии. Артиллерии, на самом деле, разбивают наши, по крайней мере, намного больше. Авиация. Ну, тут на их стороне преимущество. Мы сбили один самолёт Су-24М, они два наших, Мига-29. Ну, это ещё раз говорит о том, что наша авиация, извините, она, конечно, слабее. И не лётчики, лётчики у нас лучше. К большому сожалению, наши партнёры с авиацией, они же так дрожат перед Россией, что авиацию боялись нам давать. Только сейчас что-то и всё равно тянут кота за хвост с этими F-16. Наш Миг-29 способен стрелять на сколько там? На 10, на 11 километров. А на сколько их самолёты способны стрелять? Почти на сотню. И я об этом, да. Флот. Ну, тут анекдот с флотом, значит, опять-таки, это смешно немножко, потому что, ну, у нас нет флота как такового, настоящего, да, большого. А у них есть потери при этом, при всём, при всём, что наш флот не имеет достаточного количества. Швот вообще не имеет больших кораблей, там, несколько катеров, и всё. А у России флот есть, но есть и потери. Три корабля за последние две недели. Это один аскольдик, помним, малый ракетный корабль, плюс система Каракурт, проект 22-800. Ну, и два десантных катера уничтожено. Проект 1176 Акула и 11770 Серна. Это мы всё знаем. Значит, ещё кто-нибудь, если кто-нибудь протяпал, не знает, аскольд уничтожен ракетой, по всей видимости, скальпом, но это тоже не точно. Вот. А не то, что он не уничтожен, точно. Уничтожен он точно. Вид ракеты неизвестен точно. А что касается акулы и серны, там сработал наш дрон надводный. Всё как всегда. Зенитно-ракетные комплексы и их компоненты. Четыре потеряно у России. Это ЗРК новенький. С-300ПС. Это абсолютно новая модель. Дальше. Была потеряна боевая машина для ЗРК ТОР-М1. Пускозарядное устройство для ЗРК БУК-М2. И неопознанная машина для ЗРК БУК. Почему? Там та часть, там та часть. Дело в том, что вот эти все комплексы ЗРК. Зенитно-ракетные комплексы. Они довольно сложные. Они состоят из нескольких компонентов. Как обычно. Вот. И если удается поразить один из этих компонентов, уже хорошо. Потому что выходит из строя всё. Одно без другого не работает. Вот. И поэтому оно уже распределено по большой площади. Вы же приказно понимаете. Тот же С-300. Одна часть стоит здесь. Другая там. Та третья там. Если что-то прихлопнули, всё. Оно уже вышло из строя. И это хорошо. Иди сделай новый С-300. Они, конечно, расконсервируют сейчас. Но это старое барахло. А вот таких новых, как 300 ПС, это уже не так-то их и много. Вот. Так что хорошо. Дальше поехали. По радиостанциям. Значит так. У РЛС станции связи комплексы РЭП у России разбито было 11 штук за это время. У нас, к сожалению, две. Но это потеря для нас. Причём мурашистов был и зоопарк, зоопарк 1, две штуки зоопарк 1М, два комплекса ЛЕР-2 и так далее, и так далее. Я не хочу перечислять это всё, потому что людям это ничего не даёт. Но скажу одно. Каждая из таких вот 11 штук возобновить её очень сложно. Вот. И это, кстати, всё говорит о качестве работы как нашей артиллерии, так и наших дроноводов. К сожалению, мы потеряли две штуки. То есть, у них один с потерей, у нас две. И один из них, к сожалению, зоопарк 3. Увы, ах, это война, да. Один из них зоопарк 3. Это дорогая штука стоимостью 25 миллионов долларов. Но у них для сравнения потеряно два зоопарка. Дальше. Боевые ремонтно-эвакуационные машины. Это тяжёлая техника инженерная, обычные эвакуаторы танков и так далее. Инженерная техника. Разминирование. Машины разминирования тоже тяжёлые дуры и так далее. У России потеряно 8, у нас 2. Ну, очевидные потери. Вот. Дальше. Зенитные установки. Одна у России потеряна, это пушка, это на пушка 60-х или 50-х даже годов. Кто был в армии в то время, может меня поправить. С-60. Это на траке, на грузовике установленная пушка калибром 40 чем-то миллиметров или 60 миллиметров. Пуляет по воздушным целям. Ну, так. Ещё раз говорю привет из начала 60-х. Одна штука, ну, такое. Беспилотники разведывательные. Четыре у них, четыре. У нас грузовики, у них 21, у нас три. И всего потерь зафиксированных с начала российско-фашистского вторжения по технике. Россия, это зафиксированная потеря. Ещё раз говорю, зафиксированная. Тут не учтено то, чего не видели. тринадцать тысяч восемьдесят три. Украина четыре тысячи семьсот двенадцать. Ну, как говорится, всё абсолютно очевидно. Тут даже не о чем разговаривать. Вот. То есть, видно, что за последние две недели, посмотрите, когда мы атаковали больше, вот, в конце лета, да, в начале осени, потери были плюс-минус одинаковые, всё равно в нашу пользу. То есть, было видно, что, ну, по идее, когда мы прём вперёд, значит, у нас должно быть больше потери. Нифигулечки. Нифигулечки. Всё равно, хоть немножко, но потери были больше у них. Сейчас вроде они попёрли вперёд, достижение у них ноль целых хрен десятых, а потеря у них больше стала, ну, в разы, в разы, в разы, в разы, в разы. Вот так вот, ребятки. То есть, вот так мы можем об этом говорить, то есть, ну, что, слава Богу, генерал у нас лучше, офицер у нас лучше, и мы стали на один день ближе к нашей победе.